всем привет продолжаем играть его остальные колец битву воинств значит касательно долго я сделал 9 уже не горбога да еще маску вкачал меня была куча этих шлемов закрытых вот я решил вкачать маску мы посмотрим что сможет горбок пришло время делать испытания злодеи рекомендуемая кстати посланец же является злодеем почему бы им как раз и не сделать плюс 20 процентов ко всему так все враги получаем и фокусированного урона что за белое поле пустое странно тут даже не знаю увечье уйти может быть можно неплохо им накидывать верно я так и сделаю знаете на самом деле надеюсь что разработчики сделают какое-то событие на хэллоуин я не помню в прошлом году было что-то или нет но хотелось бы хотелось бы какой-то фестиваль потому что если брать ближайший который точно будет это у нас новый год вот но он не скоро через два месяца два с половиной месяца даже так все союзные нит урон плюс вражеские нита защита минус возьмем вот это бренд белый кинжал от меня дразнят дразнят я кстати немножко переделал своего гильгалада немножко начал его в другой сборке тестировать просто для разнообразия так сказать кто у нас здесь арфа кстати дается с преследованием 5500 блин вот я хочу этих лучников на самом деле мне дельские лучники всегда нравились не знаю какая-то такая симпатия к ним было во всех играх вот в бфм и в той же так можно в принципе взять стража но я бы на самом деле качал уронами на самому посланцу потому что внутри раунда снижает урон у всех юнитов и это идет в пользу для dd героев как и для самого посланца так и для врага принуд кстати если посмотреть на доспех берсерка на перк который дает мощь в течение пяти раундов вот каждый раунд мощь плюс 12 5 расклад то есть 60 мощи плюс 54 это просто охранить 114 получается мощи дает всего лишь один артефакт так все испытание пройдено что же сегодня у нас выпадет интересного линии интересно мне нужен серегон но не здесь серегон нужен точно не здесь масло выпадает понятно и банка сосуд сиядом вот принципе все ситуация на карте у нас пока что складывается вот таким образом то есть гондор у нас тут с эзенгардом воюет зенгард живой смотрите-ка эзенгард реально есть там кстати гоблин в эзенгарде мой старый знакомый со второго сезона по моему за основу мордор да но что-то он мордор притих но гондора много до фортов у них здесь немало плюс там переехали фермеры рохан по чуть-чуть захватывает гномы гномы воюет с варьягами интересно 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 значит мы мы с ними тоже будем воевать скорее всего потому что по идее наверное гундабад плюс варьяги будет союз ну всегда такой союз заключается всегда когда есть две эти фракции кто-то видел вообще чтобы не заключался союз между этими двумя фракциями не только может быть в плане ссоры там ну потому что две фракции зла самыми имбовыми т4 а тезенгард тоже как бы но везенгард в центре карты эльфы с арнером бодаются да это то о чем не коля писал они тут с арнером развлекаются интересно у них наверное ну переправа пока что принадлежат каждой из сторон хотя у эльфов переправа более просевшая в плане осады не означает ли это что арнер сильнее а так потихоньку качаю замок вот выхожу хочу поскорее в т4 выйти конечно же как же без моих прекрасных вождей там вот но для этого надо казармы жилища уже над этим работаю кстати сколько тут миллион надо у меня такого лимита нет то есть надо еще склад построить будет чтобы 10 зал поставить на много еще строить я себе сегодня игра прям расщедрилась 50 кристалликов дала то есть мне сейчас будет 600 на кстати распадается у нас союз фракций вот так выглядит ситуация здесь на карте ну понятное дело что гондор все ну вот их союзники подошли но уже поздно уже поздно гондор все потерял столицу поэтому варьяги с гундабадом рулят на гномы с ними в союзе но вот они в безопасности им сухо тепло все как говорится вот здесь воюют против арнера против эльфов гундабадца ну и против линдона конечно же а и гномы тут еще он помогают помогают тоже сражаться но вот они два самых больших поле боя хотя здесь тоже неплохо тут просто разбросано вот чем занимаюсь я прокачиваю командиров я взял трех сотку это было самое экстремальное взятие трех сотки вообще за всю мою игру вот так на тоненького трех сотку я еще не брал оставалось времени меньше минуты и там все на добром слое держалась то есть я брал можно сказать количеством армий но ты даже отчеты подготовил пошел сначала значит вот этим дядей вот такой результат получился ну понятное дело килиборн 50 и блин с хорошими ветками из т4 на больно еще миф рилки тут хотя перк барьер это фигня для эльфов 20 процентов что такое 20 процентов для эльфов ну короче убился раз потом скольхельм влетела но она не умерла мое почтение и просто мое почтение она выжила и нанесла даже неплохо ну тут варги накидали на понятное дело потому что я то них поменял я билд немножко убрал безумие потому что в безумии смысла нет у меня т3 тролли которые а горят на себя всех обезумевших поэтому такое далее зигрида послал он добил килиборна но потом сдох король мертвецов попался видите с какими войсками это просто забей мертвецы блин плюс т4 линдона очень неприятная далее к халдуна зарядил дал буквально шмот ему этого лахтара шмот лахтара вот она кстати пища . да дал ему чисто чтобы еще подслить армию ослабить так сказать короля и чтоб можно было скольхелью его добить на и вот они два чё то скольхель я раз отчет тоже неплохо себя проявил ну для нулевого уважения камон это неплохо и получается добила как то так то есть я уже ощущаю как минимум что этот командир он крепкий может быть за счет того что 20 вернее 40 защиты в орган то есть базово 48 и плюс еще 40 накидывается в бою и это при том что из шмота у меня всего лишь один доспех который 15 защиты дает так что как то так ну и параллельно всей этой теме я прокладываю путь куда-нибудь в ряда к эльфам там я не знаю кому-нибудь потихоньку прокладываю вот сейчас я в мертвых топе ах пройду через земли варьягов не знаю через от меня вот мне на самом деле надо идти таким путем где нету переправ потому что переправу я не смогу я иду в солянова один поэтому мне придется как-то прокладывать там где нет переправ вот ну и буду надеяться что никто не помешает что это будет грустно но вроде как никто пока что не был против я спокойно тут уже два дня и дом не гномы не варьяги никто не останавливает хотя тут мордоровцы как бы и творят дичи не воюют с варьягами я не понимаю вообще зачем они это делают вычистили здесь их полностью ну тип команд забрали крепость которая на хрен никому не нужна то есть сам ордор брать не будет потому что у нас актива них и не хватит это пробить но при этом и варьягам не дадим то есть не себе не людям дурачки что еще могу сказать не повезло мне с этими с родичами скажем так там еще этот лидер который меня выгнал из прошлой гильдии чет какую-то гадость там написал и он нафиг в черный список добавил потому что придурок а как еще назвать человека который собирается год могу оружие r10 взять скажите мне ну как вот как его еще назвать на бывает и такое в общем-то на кстати по поводу элитной тренировки здесь же у нас обновление идет недельная да то есть пора снова выполнять задание на летчики понятное дело открыты это открыто там еще по заданиям нам атомы надо 3 уровень элиты делать боже что с твои что это такое за висюлька петля что ли повесится решил ты чё дядь не надо все хорошо ну по времени до 46 часов то есть два дня два дня блин занимает элитная тренировка мне надо сейчас драгунов еще сделать мне нравится вот этот перк у них получаем урон от отряда в дальнего боя минус 15 процентов это просто охренеть это при том что у них у самих базово ну как бы до снижается урон насколько на 30 процентов еще 15 то есть тупо половина урона от лучников по ним режется вот поставить их со женицами этому лахтару они будут неплохо танковать мне кажется так но в принципе пока что задание только трех звездного меня есть вот еще не прокачал здание поэтому принципе все три одинаково берем не как раз сейчас на этих но драгунов нужны эти свитки поэтому пока что будем делать а я возьму просто к скалку на монастаки и пройду испытания пока не знаю то нравится мне этот командир на кстати мне скидывали отчеты с этим с китовым c старая и что-то такое себе на самом деле его очень сильно очень сильно режет нагрудник то есть это прям беда нагрудник на минус фокус я имею до на 60 процентов он полностью в ноль убивает весь потенциал c стара там какие-то сто тысяч урона фокусом наносит и все это по моему против командира без белого совета если мне память не изменяет на а вот яд с кальхели как бы это уже немножко так слушайте может быть мудреца взять получаем урон минус 15 получает инициатива но это юниты получают союзные юниты да да лучше стрелковое построение хотя нет мудрость там минус 15 урона минус 15 процентов а здесь выходит минус 10 с построения ну ладно чё страшно гордости ребора пойдет скалки у скалки статы еще крутые но я уже говорил в принципе но у нее много скорости то есть она немедленно командир она быстро передвигается вот что еще мне в ней нравится то есть есть какой-нибудь гендальф да там гномы у которых которые еле-еле тащатся вот она бегает прям в общем по ощущениям пока что хороший командир несмотря на ее низкое уважение надо третье хотя бы сделать третье уважение там у меня есть уже некоторые наработки связано вражеский нет урон пацифизм расплата хороший навык кстати расплата целых шесть раундов по 300 процентов то есть почти ну 1800 2000 почти процентов долбит очень неплохой навык ой блин не был такой топор зашел бы прям на нее нори понятное дело тут потерь нет никаких из-за всех сил до варги мне нравится как накидывают не знаю неплохо тем более если их использовать против кавалерии у них же еще дополнительный урон против кавалерии всяких теоденов там за жопу кусать так что у нас дальше прошел естественно без проблем без рисков воодушевление страх можно страх взять хороший навык контроля 4 раунда стана раздает хотя шанс 50 процентов но это плата плата за такую длительность это получается сколько всего четыре героя три даже обладают этим навыкам торин король мертвых и балин по моему все по он больше ни у кого нет но я могу ошибаться так здесь нам дают молот неплохо здесь шиш антистан для уроков но это какому-нибудь королю чародею зайдет но не мне хотя в теории в теории скалки можно алхимика взять так то потому что во первых у нее титул нас был усиливать на 30 процентов плюс еще есть пир воронов которые на 30 процентов где-то тоже усиливает но сейчас их брать не буду сейчас не нужны ну и забав о скорости и плюс еще навык есть этот как он называется но который для союзных юнитов плюс 21 процент к урону дает короче она прям можно реально алхимиков зарядить я кстати наверное даже подумаю об этом на будущие сезоны на третьем уважении реально попробовать это алхимиков поиграть чисто ради интереса ну то есть так чисто гипотетически если смотреть здесь у нас 30 процентов тут уже 30 как я сказал да но это на три раунда 60 и тут 20 процентов 21 то есть 50 процентов у нас на весь бой урону и 80 процентов первые три раунда будет где-то очень неплохо примерно как координатор только не две тычки 1 так ладно помолимся же что мне дадут сегодня долбанный серегон пожалуйста игра мне нужен просто серегон 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 да да наконец-то ох спасибо вот этот подгон закрытый шлем ты хрен с ним еще пару матомов все остальное уже как бы неспешно потихоньку помаленьку будет собираться потому что за карты матом еще соответственно я буду сюда так у меня есть блин а мне не хватит на очков на еще один ну ладно один хотя бы возьмем то не было серегонов ни одного то теперь на тебе и в магазине и где хочешь вообще ну что плюс уважение начало положено 495 из 1200 охренеть почти половина уже на второе все наконец-то ставим сюда печатку ну может быть стоит щит конечно вот об этом кстати можете написать вот как вы думаете что лучше печаточка или щит просто печаточка 1 уже дает скорость концентрацию здесь мощь концентрация еще и защита можно очень сильно варгов усилить это у них сотка будет защиты но тем не менее я пока что доволен и этим так в общем у секунда тут дела обстоят следующим образом банк немножко вот как видите разрастается но битвы все еще продолжают идти вот и самое главное это у нас на переправе но здесь уже как-то подспал энтузиазм честно говоря здесь уже не так много командиров то есть час людей ушла хотя врагов здесь просто немерено не он 40 отрядов засунули чисто на переправу на те бейте я же надеюсь что сезон поскорее закончится потому что этот хаос уже мне порядком надоел это просто жесть не знаю мультивселенная безумие самое настоящее у нас тут происходит на кстати я решил немножко вернуться все таки к алхимикам но раз такой хаос происходит типа на играю 7 до конца на равно ее к ним особо не привыкну да и на зрение у меня будут но это сделано больше для более эффективного нанесения урона чтобы я из рейтинга не выпал скажем так по по престижу по вкладу сезона ну ради очков ну вы поняли о чем я говорю так щас я быстренько пройду кстати гильгалат так ладно испытание прошел матом и я коплю пока что целых два накопил успешно не потратил капюшон до союзный командир на сим урон ядом это скалки не подошло бы кстати да но пока ничего интересного не падает ладно посмотрим я жду новых командиров от разработчиков что у нас тут монетка буромеру кстати совсем немного осталось уже до 13 уважения не знаю надеюсь что когда не будете там через 45 сезонов он станет метой ну или хотя бы равном мете да по силе вот и можно будет его использовать можно сейчас кстати по нападать посылать армию вот все равно мне как бы казарма не вернее больница ну да уже почти все вылечились прямо почти но мы сейчас пока отчеты посмотрим что я заготовил у них тут довольно таки много этих отчетов на навоевал я тут первый отчет ловушечка на 31 одну тысячу залетела ну тут гимли накидал сам по себе вот такой вот у нас гимли кстати забавно да с броней берсерка но до перк хороший и шкатулка покрашены а почему мы и нет принципе нам хорошая вещь далее гильгалат сдох ну естественно потому что у гимли от 100 концентрации преследованием есть поэтому без шансов полген против к чм вот 100000 это кстати по моему билд я а но это еще этот гибридный да поэтому так много урона залетела с преследования по моему да ну конечно и против огня я же говорю хаос здесь далее болин против т.д. на как видите неплохо залетела даже т.д. проиграл вот но здесь вот эти вот юниты и замечательные 80 тысяч накидали 900 штук 80000 бедный т.д. на его жизнь явно к этому не готовила ты 4 много кстати так далее у нас есть вот такой счет как бы да за счет хила он тут в плюс вышел но а здесь вот я как раз начал новую сборку тестировать условно то есть я не пошел в музыканта ради трех атаки а вкинулся в кровь дурина плюс вихре где-то 25 вот 35 тысяч урона выходит по-разному не знаю лучше ли это чем музыкант идти спорно на самом деле потому что он маленький если бы хотя бы 50 косарей там выходил от вихри но к сожалению пока что таких цифр нет против гэндальфа белого ну тут покоцанный там первое что тонну стелдом по моему встретился но то он вроде как отхватил потому что гэндальф здесь заряженный 500 концентрации новые сами видите на кстати это здесь хилка вален здесь хилка не жарновато тебе будет старый 39000 вышло охренеть так далее болен наткнулся я на лорца это по моему то ли он подал то ли в защите был ей не скажу сейчас честно и не помню 3000 кстати ровно недобитые слоны на очень много он потерял уже на равные потери при ну был бы монастык понятное дело что слоны откисли бы намного больнее далее болен против арагорна не вывозит но здесь арагорна тут арагорна прям такой заряженный да еще и тем более через этот титул а у меня же блин на контроль взят пути на четверочку но тем не менее оглушение наоборот мне в минус работают как раз у него две цели в этом случае оглушение только мне хуже делают фалген против гендальфа но такой вот результат вышел но здесь алхимики и снога траки то есть такие довольно серьезные дамагеры 1272 урон то просто охренеть и у этих еще 1020 ну 3060 получается да потому что 30 300 процентов неприятная такая встреча но хотя бы выжил все тот же build сколько тут накидали 25 такое себе возможно стоит вернуться в музыканты хилку как-то побольше мне нравилось да вот здесь я начал уже тестировать сборку через глашата и в монастак но против гимли понятное дело это все равно не сработает потому что опять же топор здесь и вот так выглядит билд поменял я шлем поставил веревку вместо арфы ну и шлем шлем говорю меч предводителя по защите кстати у глашата и в 105 защиты вышла не то чтобы много прям пойдет на 30 увеличили далее есть вот такой отчет не добитый гильгалат ну в его пользу ну тут понятное дело преследование было бы алген его бы уничтожил но я выбрал щит далее вот такой отчет еще есть вот здесь уже неплохо здесь уже неплохо что вышла саурона немножко пока цены да потому что там еще фродо мой влетел до этого в него ну в общем то как то так нормально так накидали монастак глашатаев далее есть а это я добил саурона на набил боли нам саурона и сдох об гильгалада но это просто капец у нас гильгаладов полно у них гильгаладов полно поскорее бы это безумие закончилась и последний отчет у нас вот такой на это не в мою пользу давайте я просто нападу еще разочек без разбора без разведки просто пошлю всех подряд ну фродо сам меня понятное дело не зачинщики так скажем вот и пошли вслед за ними сразу может быть стоит вообще перейти полностью на сборку гильгалада именно через ближний бой то есть от мои наиграть и но по навыкам кстати я по-другому тут раскидал раскидал я вот так то есть я не стал брать предводителя ну потому что во первых у глашатаев снижен урон от стандартных атак это первое и второе когда вы играете через монастак такие штуковины как добивание особенно 25 процентный шанс это очень слабо то есть когда мы играем в 300 к до предводитель эльфов но норм ну или хотя бы в 2 а в один стак очень низкий шанс что он прокнется так то он хоть у кого-то прокается поэтому я взял минус защиту взял непомерность вот но и остатки в белый совет с боевой готовностью в общем то как то так можно было бы как вариант еще может быть в сосульку пойти и в засветку эти как вариант спасение от того же гимлия но мне кажется два раунда стана сильно не за решают мне два раунда ладно в каких она раундах там сработает в четвертом и в восьмом получается да ну в четырех раундах окей кстати по моему я химосов уже поставил балину вроде как но мне нравится сочетание с лесными духами это очень забавное сочетание как бы фокусированный огненный урон и физически еще плюс от самого больно то есть три типа урона недавно откопал свой старый отчет кстати где фроды чем нанес 140 тысяч урона примерно пока ч то есть из 290 тысяч здоровья 150 где-то осталось сплакнул прям можно сказать давно у меня таких отчетов не было наверное не будет санинт а первую мне кто гиль идет она с преследованием нет без преследования но одета слабовато кстати на где-то слабовато но все равно может больно сделать нет балин идет 1 полин на гильгалат опаздывает к сожалению ничья а они плохо но учитывая да что санин такая себе принципе нормально я считаю алхимики духе выжили а что по урону кстати о ну понятное дело до духе больше нанесли потому что их в два раза больше считаете чем алхимиках он пойдет пойдет 300 тысяч побаловаться так а дальше добился нинд и грима попался да черт возьми а черт бы побрал этих грим понятно точеный ладно сейчас отступлю пополнюсь наверное еще разочек ударим вот заполнили сегодня больницу ну а что еще делать бешеный сезон нечего делать тут пошел региона захватывать но это мне скучно этим заниматься вот этим пв е непонятным типа регионом больше регионом меньше какая разница по рейтингу главное вот мне не упасть 85 место на чуть-чуть я подснизился но я постепенно 90 плюс у меня было где-то сотая вот я потихоньку снижаю снижаюсь в топ-50 залететь бы но сейчас просто видите у меня очень сильно отвлечение идет на аэрозена и за скальхелия новая игрушка все-таки много внимания туда уделяю на неприятный товарищ грима сожалению хотя мне шлем на анти безумия стоит плюс у меня еще чистка есть которая тоже должна помогать но все равно неприятный тип вот чем не кстати не нравится немножко бил через монастык гиля то что постоянно надо много глашат и то есть надо поддерживать их количество так-то ты можешь хотя бы три-четыре очереди эльфов поставить и как-то вот но размазать их скажем тогда сделать равномерными порциями а тут были надо именно этих ребят много даже 3 900 где-то я наверное вернусь все таки к старой сборке через фалгина где использовал через хилку через музыканта потому что вот это вот вот это в теории неплохо если больше очков получить то есть на каком-нибудь там шестнадцатом семнадцатом уважение чтобы еще сюда можно было уйти сюда уйти вот и тогда возможно будет выходить неплохой урон короче как то вот так пока что поставил взял на единичку муштром просто чтобы было но и взял хилку по соло цели раз не получится пока уравновешенность нормально вкачать окна там первый грима идет мы это уже знаем сколько я видел никто больше не подошел надо будет еще фейерверк наверно для фалгина сделать против уклонений как раз чисто на преследование на будущее сезона что во всяких делей вражеских контрить если против света будем играть потому что у тьмы но из уклонистов только грима может быть грешна к еще но грешна к не популярен еще не умирающий но их тоже как бы мало так смотрим что у нас там выходит в лотереи ничья а грима пополнился да здорово класс такой интересный персонаж грима нам больше неким играть наверное там я тогда буду заканчивать меня бесит грима долбиться в него я его не убил как бы вот и все не смог убить тремя армиями на он сейчас пополнится опять в него долбиться нет на сегодня значит заканчиваем потому что сейчас ставить арфу на преследование чтобы законтрить этого единственного грима шмот исследовать опять да ну нафиг ладно в любом случае постараюсь до конца сезона добыть еще интересных отчетов ну а на этом я с вами прощаюсь всем спасибо за просмотр до встречи